Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Новые горизонты казахстанско-российского сотрудничества обсудили Касым Жумар Тукаев и Владимир Путин. Двусторонняя встреча лидеров двух стран прошла сразу после заседания Петербургского международного экономического форума. Несмотря на непростую геополитическую обстановку, отметил глава государства, перспектив для взаимодействия с соседом более чем достаточно. Россия входит в пятерку ключевых инвесторов Казахстана. А взаимный товароборот двух стран только по итогам прошлого года вырос на треть и достиг почти 25 миллиардов долларов. Что касается двустороннего сотрудничества, то нет каких-либо оснований проявлять обеспокоенность. Все идет нормально. Мы конкретно работаем над проектами в области промышленности, сельского хозяйства. Инвестиционное сотрудничество развивается поступательно. Нынешний год особый. Действительно, 30-летие установления дипломатических отношений. То есть есть все основания констатировать наличие очень больших успехов в развитии двустороннего сотрудничества. Я думаю, что оно будет продолжать развиваться именно в поступательном направлении, в поступательном темпе. Большое вам спасибо за то, что приехали на Петербургский международный экономический форум. Для нас это важно. Подчеркнуть наши особые отношения. И, конечно, иметь возможность с вами лично сверить часы по основным направлениям. Основное – это, конечно, экономика. Мы сейчас только на площадке форума об этом говорили. Кстати говоря, я, по-моему, говорил, что там стало 7 миллиардов инвестиций. По-моему, да? На самом деле у нас 17 миллиардов долларов инвестиций в экономику Казахстана. Товарооборот растет. Вы сами об этом сейчас сказали. Продукция казахстанских брендов появилась на прилавках израильских магазинов. Наши производители активно осваивают новые рынки. И новые впечатления у покупателей и импортеров весьма благоприятные. Сергей Остендер рассказывает. В одном из самых популярных супермаркетов города Петахтиква появился новый стенд. Здесь теперь можно купить и попробовать конфеты из Казахстана. Покупатели изучают продукцию, привыкают к новым брендам. Казахстанские производители вышли на израильский рынок и активно его осваивают. Вытесняя конкурентов. Качество продукции довольно-таки хорошее, качественное, вкусное. Теперь как бы рынок покажет, насколько она имеет право существовать на территории Израиля в конкуренции с другими кондитерскими производителями постсоветского пространства. Но еще раз хочу уточнить, что качество продукции очень высокое. И оно очень маленькое содержание различных дополнительных химических элементов, которые как бы сегодня активно используют другие кондитерские компании. Вот здесь этого значительно меньше. И поэтому качество продукции великолепное. Сейчас израильские компании ведут переговоры с производителями Казахстана о поставке макаронных изделий, рыбной продукции и даже варенья. Израиль – быстро растущий рынок. Казахстан будет интересен для тех, кто производит именно пищевые продукты. Конкуренция высокая, но тут решающее значение имеет качество. А в этом производители Казахстана стараются быть конкурентными. Мы планируем скоро провести в Нур-Султане заседание Месправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Поэтому сейчас мы делаем анализ экспорта и импорта между Израилем и Казахстаном и дальше будем проводить такие мероприятия. В рамках заседания мы еще планируем провести бизнес-форум между казахстанскими и израильскими компаниями. Так что конфеты – это только начало. Предстоит решать довольно сложные логистические задачи. Все-таки между странами немалое расстояние, и часть пути продукцию надо вести морем. Но новые условия диктует международная конъюнктура, растет спрос на продовольствие, и тот же Израиль активно ищет новых поставщиков. Сергей Услейтер, Хабар-24. С июля прибывающим в Таиланд туристам больше не нужно регистрироваться на онлайн-платформе Тайпас. Для въезда достаточно показать сертификат вакцинации, а непривитым – отрицательный результат экспресс-теста на антиген. В случае отсутствия обеих справок необходимо сдать экспресс-тест по прибытии. В королевстве также разрешат ходить без масок в общественных местах. Отмечу, если в 2019-м Таиланд посетили почти 40 миллионов иностранцев, то в прошлом менее процента. Туризм, который составляет примерно 12% ВВП страны, пока далек от восстановления, считают эксперты. Аномальная жара установилась в нескольких европейских странах. Французские метеорологические службы объявили о повышенном уровне угрозы. Температура воздуха поднялась до 40 градусов. Это нетипично для июня. Синоптики обещают, что в субботу жара достигнет своего пика. Местные жители и туристы пытаются спастись от зноя у водоемов, фонтанов, прячась в тени или в охлажденных кондиционерами помещениях. Погода невыносимо жаркая. Очень важно сейчас оставаться в тени. С 10 часов утра мы гуляем по Парижу, запаслись водой со льдом. Это нас хоть как-то спасает. Сейчас мы хотим отдохнуть, потому что в половине третьего планируем подняться на Эйфелеву башню. Нам нужна энергия. Тем временем, третий или оранжевый уровень опасности из-за сильной жары ввели Метеорологическое бюро и агентство по безопасности здравоохранения в Великобритании. Касается это юго-восточной и восточной частей страны. А на севере действует пока первый уровень предупреждения. Температура воздуха в британской столице достигла почти 35 градусов, тогда как для июня характерна умеренно теплая погода, около 20 градусов. По мнению экспертов Всемирной метеорологической организации, волны тепла начинаются раньше, становятся более частыми и сильными. Связывают это с рекордной концентрацией парниковых газов в атмосфере. Не бывало ранней, сильная волна тепла обрушилась на несколько европейских стран на этой неделе. Распространилась она из Северной Африки через Испанию, Португалию, охватила Францию, а на выходных достигнет пиков Швейцарии и Германии. Сейчас середина июня, а температура более типична для июля или августа. В некоторых частях Испании и Франции температура намного выше среднего. Что касается Испании, то практически вся страна сегодня – это большая красная карта. Там высокий уровень пожарной опасности. Продолжение следует... Казахстанские медработники завтра отметят профессиональный праздник. Впервые за два года полноценно и без ковидных ограничений. В любых условиях врачи остаются на страже величайшей ценности человека – жизни и здоровья. Отечественная медицина постоянно развивается. То же касается и врачей. Динара Абдирова встретилась с настоящими профессионалами своего дела, которые всю жизнь посвятили здравоохранению. Сейчас мы находимся в операционной. Данная операционная оснащена современной системой подачи стерильного воздуха, если происходит обеззараживание. Урал Успанов в этой операционной проводит большую часть своей жизни. Его считают основоположником лапароскопической, бариатрической и метаболической хирургии в Центральной Азии. Врач лечит сахарный диабет, а также сопутствующий ожирению болезней. Делает он и операции по уменьшению желудка. Медицине Урал Успанов служит уже 40 лет. И даже после самого сложного рабочего дня он ни разу не задумывался о том, чтобы покинуть больничные стены навсегда. Таких, как он, называют врач по призванию. Своё направление хирургию узнал хорошо в армии. Я просто случайно попал в сам инструкторы, обучили нас. И я уже потом обучился и работал, и увидел, что это такое, что это мужественная специальность. Меня настолько вдохновило, так что я сразу уже после армии пошёл и поступил в институт, медицинский тогда институт назывался. Прежде всего хотел поздравить с Днём медицинского работника своих коллег. Сохранение здоровья, спасение здоровья – это действительно призвание. Поздравление с профессиональным праздником принимает и медсестра прививочного кабинета Айганом Кисибаева. Вот уже 45 лет она вакцинирует и маленьких, и взрослых пациентов. Говорит, на её глазах выросло не одно поколение. Сейчас медицинская сестра на пенсии. Но, несмотря на это, продолжает работать в поликлинике и передавать свой опыт молодым. Получается, тем детям, которым я делала 80-го года рождения, они уже стали бабушками. А их дети уже у них есть дети и уже правнуки. Я уже третье поколение правнуков почти прививаю прививками. Но сейчас в данный момент молодым работать легче. Всё есть у нас. Это в наше время, в 80-е годы у нас не было. Например, скорость не было. Мы всегда на вызовы выходили с чемоданом и пешком. Готовить хороших специалистов нужно не только в университете, но и в больницах. А ещё лучше, когда медработники непрерывно совершенствуются на протяжении всей жизни. Только так можно стать профессионалом своего дела, считают врачи. Немаловажную роль играет и материальная поддержка. По информации Минздрава, уже в следующем году зарплата врачей превысит 500 тысяч тенге. Это в 2,5 раза выше средней зарплаты в Казахстане. Динара Абдирова и Аяд Юсимбаев, Хабар, 24. Другим темам. Шиншиловая ферма открылась в Алматинской области. Зверьков с ценным мехом разводят в селе Куэван Балхашского района. Пока поголовье грызунов насчитывает около 200. Со временем владелец предприятия планирует расширить производство. Однако есть и проблемы. О них предприниматель рассказал нашему корреспонденту Гульнар Жантасовый. Они и плодиться начинают с весны. Самый хороший первый помет – это весенний. Мех этот созревает где-то в декабре, в январе уже не полностью. Потомственный охотник Николай Синогин давно мечтал разводить зверьков с ценным мехом. Когда-то он работал на отлове андатры. Былой опыт в итоге помог и в этом нелегком деле – выращивании шиншиллы. Сейчас в хозяйстве их около двух сотен. О высокой ценности меха грызуна знает каждая модница. А потому и уход за зверьком особенный. Крупный песок. И зола обязательно. Потому что песок, когда накупается в этом песке, с золом, песок подальше в мех заходит и как бы вычищается. Ну где-то три дня надо им давать купаться. Когда-то в Болхарском районе было два зверосовхоза по разведению андатры. В Куйгане работало крупное отделение по отлову зверька. Главная цель Николая Синогина – возродить былой промысел. Вместе с ним заняться и шиншиллой. Однако оказалось, что в деле разведения пушных зверьков есть немало проблем. В год шиншилла приносит три помета. При хорошем уходе появляется на свет по два-три детеныша. Можно было бы и расширить ферму, но пока спроса нет. Вместе с тем, в неволе даже при хорошем уходе эти грызуны живут в два раза меньше. А в дикой природе из-за высокого спроса на ценный мех шиншиллы уже оказались на грани вымирания. Сейчас их ареал обитания находится только в Чили. И по всей вероятности, в скором времени эти милые зверьки будут разводиться только промышленным путем, считает Николай Синогин. Поэтому, несмотря на все трудности, бросать свое дело он не собирается. Студенческие молодежные отряды начали трудовой сезон в Павлодарской области. Активисты Жасл-Ели взялись за озеленение, благоустройство и ремонт социальных объектов. В это лето в регионе будут трудиться больше двух тысяч человек. Студентка второго курса Павлодарского педагогического университета Мирует Уразбаева вступила в ряды строительного отряда. Будущий учитель биологии и химии решила не сидеть без дела, а провести каникулы с пользой в городе. Хотелось бы, конечно, зарабатывать для себя уже самостоятельно, чтобы родителей не напрягать. Потому что, понимая то, что это сложно, обеспечивать уже взрослого ребенка и так далее. Поэтому хотелось бы, да, зарабатывать самостоятельно. Начали студенты работу в родном общежитии. Побелили в комнатах стены, подкрасили заборы. Теперь с нетерпением ждут выхода на настоящую стройку. Только в Павлодаре в отряды Жасл-Ели уже вступили почти полтысячи парней и девушек. В нашем отряде почти все студенты первого и второго курса. Всего 15 человек. Сейчас живем в общежитии бесплатно. Планируем завершить все работы за два месяца. Зарплата 60 тысяч тенге. Немного, но и немало, чем просто бездельничать. 18-й трудовой сезон Жасл-Ель в Павлодарской области только стартовал. 120 линейных молодежных отрядов приступают к работам. Определены три приоритетных направления. Экология, строительство и творчество. Один отряд даже занят на археологических раскопках вблизи озера Бурли. Думаю, в ближайшее время они поделятся своими находками. Из таких еще интересных отрядов, конечно, это возобновление педагогического отряда из числа выпускников педагогических заведений, университетов, колледжей, где ребята смогут попрактиковаться, тем самым принося также пользу для тех ребят, которые, возможно, где-то не успели. Итоги работы подведут к осени перед началом нового учебного года. В штабе надеются, что бойцы отрядов Жасл-Ель, как всегда, безупречно выполнят поставленную задачу. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя.